Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Аселий Дар. С вами Аселий Дар. С вами Аселий Дар. За два месяца строители практически заново перестроили внутреннюю часть, а также обновили фасад. При этом сохранили первоначальный архитектурный вид здания. На текущий момент работа выполнена на 80%. На месте трудится свыше 200 человек. Подрядчики с высокой ответственностью и качественно выполняют поставленную задачу. Большинство медицинского оборудования и часть мебели уже установлена. Каждую палату планируется оснастить кислородными розетками. Сергей Александрович, у тебя, слушай, благоустройство будет лучше, чем в парке города. Цвет какой хороший будет. Всё будет отлично. Десятому заканчиваем. С вами Аселий Дар. С вами Аселий Дар. Аселий Дар. Аселий Дар. Услуга «Открытый акимат» поселка Шульбинск будет работать по принципу ориентации на пользователя. На сегодняшний день утвержден план, график работы фронт-офиса. Напомним, такая работа ведется в соответствии с поручением главы государства. Открытие сервисных акиматов делает деятельность местных исполнительных органов более доступной и прозрачной, что повышает доверие населения государственным органам. Сергей Александрович, учитель акиментов «Открытый акиментов» Это действительно такое важное мероприятие для поселка. В церемонии открытия сервисного акимата приняли участие жители села и представители местной исполнительной власти. Поскольку событие совпало с празднованием Дня пожилых людей, ветеранам были вручены специальные подарки и состоялся небольшой праздничный концерт. Розера Маликова, Нурлана Розалия, Марат Сегимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в экономическом лицее. Несмотря на то, что часть церемоний проходила в онлайн-режиме, лучшие учителя города не остались без внимания. Педагогия с большой буквы. Именно так можно охарактеризовать людей, которые, несмотря ни на что, работали и работают во благо детей. Кажется, только теперь мы начали понимать, насколько высока ответственность учителей. Потому что перед пандемией коронавируса все человечество оказалось беспомощным. Но в это кризисное время именно педагоги продолжают воспитывать подрастающие поколения. Учителя нашего города тоже служат примером для других. Сразу освоив современные платформы, они приступили к работе в новых реалиях. Уважаемые педагоги и учителя, в этот день примите самые искренние поздравления в связи с профессиональным праздником Дню учителя. Безусловно, качество образования, которое получают наши дети, во многом зависит от вашего профессионализма и упорного труда наших педагогов. И как бы не менялось время и жизнь, труд учителя в нашем обществе всегда был окружен почетом и уважением. Вы даете школьникам знания, опыт, которые в будущем станут для них основой общечеловеческих ценностей, патриотизма и межнационального согласия. И, наверное, по большому счету, не столь важно, хотя это тоже важно, кем будут в будущей жизни наши ученики, строителями, врачами, акимами, акынами. Это не столь важно, а важно, какими они будут, потому что вы сегодня даете им те знания, тот опыт, который станет основой для общечеловеческих ценностей, патриотизма и межнационального согласия. Надо сегодня сказать, что государственная политика направлена на обеспечение международных стандартов обладания по всей стране. И для этого, и в том числе в нашем городе Сеней создаются все условия. Строятся новые школы, открываются дошкольные учреждения, укрепляется материальная техническая база и учебные заведения. Надо сказать, что только в этом году на укрепление материальная техническая база было потрачено из бюджета всех уровней около миллиардов деньги. Мы в этом году решили проблему так называемых четких туалетов для нашей школы. Мы в этом году решили, наконец-то, проблему в добротворительном обеспечении видеонаблюдением, которое имеет сегодня выход на Центр оперативного управления, управление внутренним делом нашего города. И это очень охранно. И надо сказать, что Сеней всегда гордился и гордился своими учителями. Мы отдельно, безусловно, будем их чествовать. Позвольте сегодня выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за верность своему профессиональному долгу и за ту душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите нашим детям. Своим кропотливым трудом вы закладываете фундамент будущего в нашей стране. Учитель во многом предопределяет успехи своих учеников, их профессиональный выбор, жизненный путь. В этот прекрасный день хочу еще раз поздравить вас с профессиональным праздником Днем Учителя. Мы высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение, понимание и преданность своему делу. Желаю вам, вашим, всем вашим родным, близким, крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого хорошего. В ходе мероприятий лучшие учителя были награждены грамотами и ценными подарками от Акима области Данила Ахметова, Акима города Ермака Салимова и секретаря Маслихата семей Абисимбека Ахжалова. А также сегодня, накануне Дня Учителя, который в этом году будет 4 октября, почетных гостей мероприятий в ветеранах сферы образования, торжественно проводили на заслуженный отдых и вручили ценные подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это наш праздник, праздник, когда отмечаются заслуги, когда отмечаются успехи, когда отмечаются достижения. В нашем городе есть достижения. Прекрасно, что учитель 37-й школы буквально на днях стал победителем республиканского конкурса и стал лучшим учителем Республики Казахстан. Я поздравляю вас, я поздравляю всех учителей начальных классов, детских садов, дополнительного образования, средней школы. Поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого-крепкого здоровья, в это непростое время ориентироваться быстро, успехов, счастья и новых достижений. С праздником всех! Также сегодня стало известно, что 4 учителя из Восточно-Казахстанской области не только выиграли городские и областные конкурсы, но и стали лучшими учителями 2020 года в Республике Казахстан. От уровня здоровья в молодом возрасте зависит реализация жизненных планов, профессиональная подготовка, стремление к социальному развитию, создание семьи и рождение детей. Так считают в Молодежном центре здоровья Жасумер Семея. Подробнее в сюжете Зазиры Маликовой. Молодежный центр здоровья – это учреждение, где оказывается комплексная медико-социальная и психологическая помощь по проблемам сохранения здоровья, обусловленная спецификой возраста. Центр работает при поддержке Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Акимата города Семея на базе поликлиники номер один. С начала его открытия в 2008 году сюда обратилось более 37 тысяч подростков и молодых людей. Руководитель центра считает, что формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью – главная цель, которую надо внедрять. Охрана здоровья молодежи и подростков – это одно из приоритетных направлений политики нашего государства, системы здравоохранения. Это здоровая молодежь и подростки – это здоровье нашего будущего Казахстана. Поэтому на этой конференции будет предоставлена презентация и будут поставлены все вопросы, консультирование, как проводятся молодежи, как отвечать вопросы, какая сейчас большая работа ведется по разработке стратегии оказания помощи молодежи, по развитию молодежных центров. В мероприятии участвовали представители Управления общественного здравоохранения, сотрудники школ, колледжей, высших учебных заведений города. Модератором пресс-конференции выступил национальный программный аналитик по сексуальному и репродуктивному здоровью офиса ЮНФПА ООН в Казахстане Сергей Танербергенов. Он обратил внимание участников мероприятия на то, что сейчас во всем мире отмечается рост сексуальной активности молодежи. Для современных подростков характерно ускоренное физиологическое созревание на фоне недостаточной социальной зрелости и не сформировавшегося чувства ответственности за свои поступки, в том числе и в половой жизни. Поэтому осведомленный подход к вопросам половой жизни у молодого поколения снижает риск заражения инфекциями. Взрослый человек боится медицинской организации. Молодой человек боится вдвойне. Во-первых, это непонятное, врачебное для него место. И во-вторых, это поликлиника обычно участковая. Там есть друзья, соседи, люди, которых он видит, встречаются. Во-вторых, в магазине, рядом, где он живет. И завтра могут родителям сказать, вы знаете, мы видели вашего сына, дочь в кабинете гинеколога, в кабинете гинеколога. И завтра могут быть какие-то разговоры. Это стыдно, это неприятно. Поэтому должны быть вот подобные центры с отдельным входом. И всегда должна быть благожелательной. В молодежном центре здоровья Жасу и Мэр созданы как раз такие комфортные условия. Коллектив, который в нем работает, понимает ответственность и знает, что поведение, формирующееся в переходный период, может закрепиться и во взрослой жизни, оказывая воздействие на психическое здоровье. Здесь корректно подходят к любым проблемам. Парни и девушки получают ответы на вопросы, касающиеся их физического, эмоционального развития, приобретают жизненно важные навыки, развивают уверенность в себе, чтобы иметь противостоять давлению извне, в том числе говорить «нет» рискованному сексуальному поведению. Зазира Малькова, Долета Казинов, Марат Сакимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Семей стал немного доступнее для людей с ограниченными возможностями. В преддверии Международного дня инвалидов в городском отделе занятости и социальных программ запущен специальный лифт, который позволит людям с ограниченными возможностями свободно адаптироваться и передвигаться по зданию. Подробности в следующем сюжете. При поддержке областного и городского Акиматов по программе «Дорожная карта занятости» были выделены средства из городского бюджета в сумме 19 миллионов тенге. Подрядчикам установки лифта явились производственный кооператив «Стейбл». Мы этот лифт начали практически с нуля делать. Шахта была сделана при строительстве, но она была практически не готова для того, чтобы ставить лифт. Все направляющие, все мы начинали монтировать сами. Все полностью. Вот получается, что лифт с нуля. Лифт Могилевского лифтостроительного комбината – это на сегодняшний день, скажем так, самая надежная техника у нас. Потому что Китай, все это, все, скажем так, однодневкие временные лифты. Это самая надежная техника, которая уже по 40 с лишним лет отработала у нас в городе даже. Но этот лифт, видите, у него совершенно другие двери, не такие, как обычно, да? Специально для людей-инвалидов и с ограниченными возможностями, чтобы они пользовались этим. Отметим, что этот лифт грузовой, и он позволяет перевозить до 10 человек. Также в нем свободно помещаются две инвалидные коляски. Подрядчики уверяют, что лифт станет большим подспорьем для пенсионеров и людей с особенными потребностями, приходящими в отдел. Вообще, хочу сказать, радует, что городская среда становится с каждым годом безопаснее и доступнее для маломобильных горожан. И для людей с инвалидностью быть независимым и самостоятельным – это очень важно. Это очень важно также для трудоустройства, чтобы добраться до работы. Желательно, чтобы не было ни барьеров, никаких препятствий. Теперь в семье возможности людей с особенными потребностями стали пусть не намного, но больше. Следовательно, и жизнь чуточку легче. Аселя Эйдар, Нурлану Розалин, Санкарту, Умхан, информационная программа Шарайна, ТВК-6. КАЗ «Гидромет» предупреждает, что на следующей неделе в области ожидается мокрый снег, гололед, низовая метель. По всей республике температура воздуха будет постепенно понижаться. И это были все новости на сегодня. С вами была Аселя Эйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова